Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу, Искупителю, Целителю, Освободителю нашему! Аллилуйя! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Приветствую всех вас, возлюбленные! Вот, и сейчас эфир. Подключаемся. Так. Приветствую всех, кто сейчас подключается к прямому эфиру. С утренней молитвой. Да, привет всем с Киева. Огромный привет всем. Да, вот. Слава Богу! Да, утренняя молитва в нашей Киевской архипископии. Сегодня 22 февраля 2019 год на дворе по гражданскому нашему летоисчислению. Вот, и сегодня имею возможность вновь, вот, продолжая, такие включения делать, утренней, с утренней молитвой. С хлебопреломлением, с причастием, с рассуждением о теле крови Иисуса Христа. У меня здесь вот приготовленный виноградный сок. Я здесь скупился. Виноградный сок. Да, слава Богу. Так что, приготовление. Моя проскомидья сейчас такая. Так. Аллилуйя. У меня есть немного, опять-таки, остатки вот этого фатера или фатиры. Фатир. Хлеба. Вот, проскомидья называется в православии приготовление самое, вот это, к причастию, к таинству, к совершению таинства. И вот у меня здесь приготовленное то, что осталось от этого такого опресника, лепешки такой пресной, фатир называется. Вот я для хлебопреломления использовал как раз вчера, сегодня использую. Но хочу снова и снова сказать, паки и паки, как говорится, да, вновь и вновь напомнить о том, что причастие хлебопреломления – это наше рассуждение о теле крови Иисуса Христа. Да, это, скажу, подвиг веры нашей, подвиг веры. Да, и в чем подвиг заключается? Человек верующий, человек, принявший Иисуса Христа, принимающий как его личного целителя, как освободителя своего, принимающий Иисуса Христа как действительно первый и последнего, влюбленный, скажу так, влюбленный в Иисуса Христа. Потому что причастие – это таинство любви, вечер любви еще так вот называют. Потому что, ну, если человек не любит, то он не поймет просто вообще. Даже если он изучит всю литургию, все литургию изучат. Изучит чинопоследование православной литургии, католической мессы, протестантских литургий. Витаю, пастор Сергий, слава Иисусу Христу, аллилуйя, навеки слава Богу Святому, аминь, аминь, аминь. И я говорю о причастии, хочу как раз сказать, о хлебопреломлении, как именно о вечере любви. Вот это выражение, оно звучит порой так непонятно, может, для многих, даже христиан, к сожалению. Но я скажу, что это название, оно очень хорошо отражает саму вот эту подноготную, этого таинства. Саму вот, может быть, даже скрытую часть. Потому что, ну, самую важную, в принципе, самую важную часть. Потому что без веры угодить Богу невозможно. А без любви вообще ничего нет. Ни жизни, ничего, вообще, все напрасно. Без любви все напрасно. Даже наше угождение Богу, оно напрасно. Потому что Бог есть любовь. И его впечатляет наша вера. И верой мы угождаем ему. Но можно иметь всю веру. Так что и горы переставлять, и мертвых воскрешать, и больных очищать. И можно много что иметь. Вера угождает Богу. Но это не факт, что человек, даже угодивший Богу, он, ну, Божий, будем так говорить. Вера – это сильная вещь. Это многое. Что значит, да, вера? Для жизни верующего. Мы даже называемся верующие. Вот. Не любовниками называемся верующими. Хотя, по-настоящему, по совести, новозаветном формате верующий, он лучше, даже более приемлемый именуется, наверное, будет именоваться любящим. Любящим. Вот. Потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. И вот таинство причастия, хлебопреломления сегодня вот совершаю. У меня вот немного хлеба приготовлено. И вот чаша. И рассуждаю я о причастии, о Евхаристии, как о вечере любви. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Величайшее откровение Нового Завета. Величайшее откровение всей Библии. Величайшее откровение человечеству. О том, кто есть Бог. Потому что до Иисуса Христа, да и сейчас порой, множество людей ломает голову порой над вопросом, кто есть Бог, что есть Бог. И вообще есть ли Он, а если есть, то какой Он. Он представляет Его по-разному. И многомилостивым, человеколюбивым, истинным, праведным. Но вся правда в том, что Он есть любовь. И мы им живем, и движемся, и существуем. Любящий он познает Бога, он знает Бога. Нелюбящий он не знает Бога. Даже если о Боге много знает. Даже если верует так, что горы переставляет. Он не знает Бога. Познание Бога, это познание Божьей любви. А мы им живем, и движемся, и существуем. Все люди на земле. Абсолютно все, все и вся. И все люди на земле так или иначе вкушают от божественной этой любви. И все светлое, самое доброе, что есть в жизни человека. Даже если он самый такой закостенелый атеист. Это от Бога. От Бога. Все самое светлое, доброе, что есть в человеке, что есть в жизни человека, это от Бога. И поэтому некоторым атеистам я говорил обычно так. И говорю, что доказательство Бога, если можно выразиться. Как помочь человеку доказать себе существование Бога вообще. И истинность Бога. Я говорил многим атеистам, и говорю так, что вот вспомните в вашей жизни самые светлые моменты, самые добрые, самые радостные. Вспомнили? Да. Я говорю, вот, это был Бог. Это не просто вы были счастливы. Это не просто вам было радостно. Это был Бог в вашей жизни. Он тихонечко постучался. Правда, чаще люди обращаются к Создателю через горести и проблемы. Но вообще-то Господь стучится чаще любовно, чаще стучится именно в минуту нашей радости, влюбленности, в минуту нашего переживания, восторга. Через даже рассматривание природы, животного мира, растительного, всего, что вокруг. Слава Богу. Роман пишет «Аминь и аминь». Свят... Там как заработать название такое только. Да. Свят наш Бог. Что по-вашему есть любовь к Богу? Как понять, есть ли это любовь? Да, вот тоже вопрос интересный. Понять любовь. Многие пытались и богословы, и поэты, и писатели, и философы. Религиозные, нерелигиозные люди. Атеисты, христиане, мусульмане, иудеи. И в иудаизме, вот в Библии, в песне песней Шир Гоширима, она песня любви, песня любовников, песня мужчины и женщины, любящих друг друга, в которой с древности глубокой видели и еврейские богословы, цадики, праведники, и христианские богословы в более позднюю эпоху. И они видели такой прообраз как раз любви Бога и человека, человека и Бога. Такое любовное богочеловечество, такой вечери любви. Они видели и указывали на это. И даже недаром богословы, еще цадики древние, еврейские, иудейские, еще до нашей эры, как мы говорим, еще до прихода Машиаха, до Рождества Христова, они говорили удивительные слова, что да, вот богословские школы две сошлись на следующем. Что стих, который открывает как бы всю Библию, он находится в песне песней. Синодальные переводчики перевели это так. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Они, да, то есть я да, они, ле-до-ди, ве-до-ди-ли. Вспоминаем сразу песню, да. Вот что это за влюбленный, возлюбленный, единственный мой, неповторимый, можно по-разному переводить. Ле-до-ди, ве-до-ди, вот то, что в Библии переведено, как вот именно принадлежность возлюбленному и возлюбленного принадлежность мне, на самом деле имеет гораздо более глубокий смысл, чем синодальный перевод. Это влюбленность, это посвящение ему, это полная ему принадлежность и его принадлежность полная мне. Поэтому понять, есть ли это любовь, что по-вашему есть любовь к Богу. Вот вопросы такие, на которые всю жизнь мы отвечаем. Как понять, есть ли это любовь. Есть определенные библейские критерии, конечно, вот этого понимания. Но, скажу так, она либо есть, либо ее нет. И понять ее невозможно. Я лично все больше и больше убеждаюсь в том, что невозможно понять, есть ли это любовь. И что есть любовь, и какова эта любовь, и как любить. Как он любит нас, как я люблю его. Это удивительно. Вот. Он сам производит и действия вовне. Я так понимаю, тоже из писаний божественных. Он первый начинает. Он первый. Он инициатор всего. И он как-то касается, как-то пробуждает интерес, любопытство, влюбленность, любовь. И сам же удовлетворяет ее. Сам же приходит на это любопытство, интерес, любовь. И благоставляет. И на Востоке говорят так, что когда человек делает один шаг навстречу Всевышнему, Всевышний делает тысячи шагов навстречу человеку. И когда человек идет навстречу Всевышнему, то Всевышний бежит навстречу человеку. Очень красивое слово этой мудрости. Божественное на самом деле. Так оно и есть. И Бог дает сделать нам шажок. Как помните, на луне маленький шаг, но огромный шаг для человечества. Всего лишь простой шажок по луне. Поздравляю, кстати, Израиль. Сегодня утром получил сообщение, что все, запуск совершен. Илон Маск, спасибо огромное. Израиль, спасибо. Сегодня запущен спутник, космический корабль на луну Израилем. И Израиль теперь осваивает луну уже по-настоящему. Не просто в мультяшках или как-то еще, а вот. Слава Богу. Так что мои поздравления Илону Маску, мои поздравления Израилю. Так что вместе с Израилем сегодня ликую и благодарю Бога всемогущего за вот это достижение научно-техническое. Но, знаете ли, даже то, что человек исследует глубины космоса, исследует глубины океана, тайны Земли исследует. Но все это хорошо, это прекрасно, восхитительно, конечно. Но самое удивительное исследование всех исследований, это исследование самого себя. Это исследование глубин сердца. И микрокосмос, и макрокосмос. Все на самом деле внутри нас есть. Царство Божие внутри нас есть. И даже самый последний и безбожный атеист, оголтелый, если он покопается чуть внутри, поглубже, в самом себе и будет честным самим собой, то он это царство найдет. Слава Богу. Потому что Господь, Бог, Он не просто на орбитальных станциях, не просто Он где-то там на околоземных орбитах, или в глубинах космоса, или в глубинах океанов, или земли тайных. Нет. Бог везде, конечно, и там тоже. Но в первую очередь Он внутри нас есть. И когда человек принимает вот это удивительное таинство, совершается, принимает Иисуса Христа своим спасителем, Господом, о совершается чудо, спасение, возрождение, это, знаете, как вот, он выбирает правильные опции. Программа-то, она есть в каждом человеке. Абсолютно в каждом человеке. Каждый рожденный на этой земле, независимо от расы, национальности, культуры, языка, наречия, религии, политики, конфессии своей, там прочее, прочее, прочее. Симпатий, гастрономические предпочтения и прочее. Богат он или бедный, он знатный или совершенно простолюдин, он богатый знаниями, умный или глупый, он высокообразованный или вообще ничто не закончил, самоучка. Знаете ли, внутрь нас есть вот это вот уже царство. И царство, государство не от мира сего, царство, государство, которое превыше всех царств земных. И человек, когда он принимает Иисуса Христа, соглашается с Божьим планом спасения, влюбляется в Господа. Как это происходит, мы не знаем. Мы не знаем, как человек рождается свыше, мы не знаем, как он спасается. Больше вопросов, нежели ответов и в Библии, и в практике христианской. Но мы знаем самое главное. Бог есть любовь. И это на самом деле благословен Господь. Бог дякуем Богу за Израиль, цей народ Божий. Аминь. Аминь. Бог произвел весь род человеческий, все народы нашей земли. И выражение народ Божий, оно и верно, и неверно одновременно. Потому что все народы Божьи, абсолютно все. Но Израиль первенец Божий, народ Божий, которому дан особый план, особая миссия, с которой он справляется чаще. К сожалению, в истории было, что не справляется. И каждому народу Бог дал определенную роль сыграть в его божественном театре, в его божественном спектакле, как режиссер великий. Вот. И каждому человеку дал Бог также в отдельности. И каждому индивидууму сыграть определенную роль в этом концерте, в этом спектакле, как режиссер великий. Вот. Талантливые актеры даже, как бы, значит, могут попросить себе хорошей роли. Порой. Порой мы меняем роли. Вот. Но есть Божий замысел во всем происходящем. Слава Богу. Вот. И благоставляю народ Божий Израиля за великую миссию. Благодарю Бога. И прошу, чтобы эта миссия осуществлена была. Аллилуйя. Благоставляю. Сейчас, да, здесь сообщение. Там приходят сейчас так. А мы прищеплены. Витки до лозы. Еще есть Иисус. Аминь, аминь, аминь. Да. Аминь. Иисус Христос, Он действительно есть свет к просвещению всех народов. И слава народа своего Израиля. И действительно, мы привиты к холозе, который есть Иисус Христос. Аллилуйя. Как вы относитесь к тому мнению, к такому мнению, что любовь это в первую очередь исполнение закона? Интересно мнение. Наверное, так. Любишь? Люблю. Сделай. Хорошо. Или нет? Докажи свою любовь. Интересно. Любовь в первую очередь исполнение закона. Не знаю. Многим верующим может так кажется. На самом деле. Иногда и мне так кажется тоже. Но любовь намного больше, чем даже исполнение закона. Хотя исполнение закона, оно должно быть естественным для человека. Вполне. Ну, для человека, рожденного свыше. Вот, допустим, почитание родителей, исполнение субботы, поклонение только Господу Богу всемогущему, отказ от идола поклонства. Ну, все заповеди, вот, 10 заповедей всех, они естественны для человека возрожденного. Вот, поэтому, да, если любите меня, исполните мои заповеди, так Господь сказал. Но, что это в первую очередь исполнение закона, можно и согласиться, а можно и не согласиться с этим утверждением. Что-то именно в первую очередь. Все-таки, да. Хотя, в жизни еврейского народа так оно и было, в принципе. Исполним, да, и послушаем. Исполним и послушаем. Так и было сказано. Римлянам 13.10 приводит цитата здесь. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Да. Любовь есть исполнение закона, но что это в первую очередь исполнение закона, я с этим, ну, иногда соглашаюсь, иногда не соглашаюсь. Вот. Может быть, во вторую очередь уже, да, исполнение закона, да. Но вообще, что любовь есть исполнение закона, это справедливо, это правда на самом деле. Вот. И хотя закон многие исполняют и не любя, вот, без чувств, и просто как вот исполнители, вот, допустим, вот было сообщение недавно, ну, вчера вот еще сообщение было, что одна женщина, наша русская еврейка, репатриантка в Израиле, она еврей, особенно не знает, только, вот, как бы, многие наши русские, там, евреи, особенно, не утруждают в себе, не утруждают в себе, к сожалению, изучением еврейта даже, я не знаю, по какой причине она, либо по лени, либо просто по нежеланию, либо просто то, что она мало времени еще находится в Израиле, я не знаю, не хочу судить ее, но она, к сожалению, язык свой еврейский-то и не выучила, вот, но она сделала замечание, там, религиозной семье, значит, значит, которые, там, с пейсами, там, в шляпах, значит, там, значит, там все как положено, вот, которые русские особенно не знают, значит, ну, она сделала замечание их детям, сделала замечание, потому что дети их, они, значит, там, брали котят каких-то, вот, делали веревки, удавки и подвешивали их, значит, и, значит, не до смерти, но удушали их, вот, издевались над животными. Эта женщина, наша русская еврейка, она вступилась и, как бы, значит, слова еврита пыталась какие-то найти, но больше на русском, ну, как поругалась с ними одним словом, вот, и этот, ну, как поругалась, она, что нельзя издеваться над животными, вот, значит, а еще в чем была трагедия, была в чем, что потом нашла вот этих котят уже удавленных, уже умученных, то есть эти дети религиозных евреев этих, вот, местных, они до смерти замучили этих животных, вот, значит, и когда она там кричала на них, то этот папа еврейский с пейсами, все как положено, кошерный весь из себя, значит, он эту женщину стал бить, вот, и переломал, короче, ударил ее и толкнул, значит, там, и, короче, травмировал ее очень жестко. Рука у нее была переломана в четырех местах, вот, значит, обратилась в полицию женщина, полиция вызвала вот этого религиозного еврея, вот, значит, допросила его, ну, и отпустили его, отпустили его, вот, там, полиция весьма снисходительно относится к религиозным таким людям, вот, если бы был обычный гражданин, там, то к нему было бы гораздо жестче наказание было бы, ну, в общем-то, суд еще будет, я так понимаю, но я к чему вот этот эпизод сейчас вспомнил, вот, который был вот на днях этих, да, и женщина вчера написала, вот, как раз из Израиля, что переживает вот по поводу всего этого происходящего, вот, что люди могут исполнять закон, да, значит, и быть кошерными, есть только правильную пищу и исполнять все предписания закона и даже не только предписания божьего закона, но и человеческие предписания, которые, как бы, по мнению людей способствуют лучшему, более детальному, даже в мелочах самых, исполнению закона божьего, но при всем при этом не иметь любви, при всем при этом не иметь любви ни к себе, ни к окружающим, ни к животному миру, ни к растительному миру, то есть ко всему окружающему не иметь этой любви, вот, вот, а с другой стороны, я знал людей и знаю, которые от закона божьего далеки, ну, короче, очень сильно далеки, не знают вообще закона божьего, даже Библию не знали, никогда не читали, вот, об Иисусе Христе имели лишь самое примитивное первобытное представление вообще, то, что там в советской школе какие-то, может, говорили мифы, что вот их не было, что, мол, не было Иисуса Христа, значит, и что христиане все выдумывали там, и что христианство это просто атеистическая какая-то там секта древняя, древняя, иудейская и все, но однако же были полны любви к окружающим, к себе, к окружающему миру, животному миру, растительному миру, понимаете ли, поэтому любовь это, в первую очередь, это любовь, любовь есть любовь, так что, и life is life, и love is love, можно так сказать, life is life, да, жизнь это жизнь, да, значит, и любовь это любовь, и праведность это праведность, и в первую очередь, любовь это любовь, и love is love, можно так сказать, Любовь есть любовь. Инночка пишет, да, шалом, Сережа, доброе утро, шалом благоставений Господних. И я скажу так, честно, если сказать, то я солидарен с Гансом Христианом Андерсеном, христианским писателем, известным сказочником, который еще тогда, много веков назад писал, что многие атеисты, они ближе к Богу гораздо, чем многие христиане. Просто этого не знают они, ни те, ни другие. Иисус сказал однажды, что когда Он вернется, будет второе пришествие, мы говорим, Машиаха, то многие верующие, они удивятся. Многие сейчас читают это и думают, ну это касается кого-то, это коснется кого-то, не меня. Многие думают, у меня хорошая теология, у меня идеология хорошая, моя конфессия самая правильная, вот я делаю, значит, все правильно в предписаниях закона, я кошерный, я, значит, соблюдаю кашрут, я шаббат соблюдаю, я, значит, там, прочее, прочее. Многие христиане, конечно, будут изумлены, чрезвычайно изумлены при втором пришествии. Иисус об этом предупреждал, Он сказал, что многие мне в тот день даже будут доказывать, что они самые настоящие христиане, что, мол, Иисус, ты ошибся, что ты не понимаешь вообще что-то, ты великий, ты Господь, ты, конечно, Машиах, ты Христос, никто не спорит, но все-таки ты ошибся, ведь я верующий, и послушай, Иисус, я могу тебя убедить, я могу тебя обратить даже в свою веру, послушай, у меня правильная теология, я верю в Отца, Сына, Святаго Духа, согласно Никео Цареградскому, символу веры, или я верю только в единого Бога, я не верю в Троицу, или я там, значит, там, что еще у христианок, какие фишки есть? А, я почитаю день воскресный, значит, да, и не работаю в праздники, и посты пощусь, или, допустим, или я шабаты, субботы соблюдаю, вот, или я там родителям угождал, значит, и почитал своих родителей всегда, там, много-много могут христиане привести доводов, по их мнению, убеждающих Иисуса, которые должны были убедить Иисуса в том, что, значит, они правы, а Он не прав. Но при всем уважении, вот, к разным, там, течениям христианства и к миллионам обманутых христиан, Иисус все-таки прав. Даже если всем мы скажем, что Он не прав, а Он один только скажет, что Я прав, я вынужден разочаровать вас, друзья, Иисус прав, а мы будем не правы все. Я вынужден вас обидеть и разочаровать, очень жестко, конечно, вот, что даже если мы все вместе, миллиарды верующих, объединимся и скажем Иисусу, что Он не прав, а мы правы, вот, будет не по-нашему, а будет по Его. Знаете, Он сказал такие интересные вещи, что при Его пришествии многие будут говорить, тыкать в грудь, бить в грудь свою, говорить, что, мол, я же даже мертвых воскрешал. Я больных исцелял, я проповедовал, я евангелизировал, я обращал людей, на стадионах проповедовал, миллионы людей слышали Слово Божье через мои уста, или там много всего. Я там храмы строил. Ну, в зависимости от конфессии, слова людей будут, конечно, отличаться, и лексика будет иная немного, и терминология немного иная. Но принцип тот же самый. Человек, он будет пытаться оправдываться правильной теологией, верой в Троицу, или отсутствием веры в Троицу, а веру в единого Бога, почитанием Господнего дня, или почитанием Воскресного дня, почитанием, допустим, каких-то праздников, постов, или их непочитанием, наоборот, и прочее, почитанием Папы Римского, или, наоборот, отрицанием Папы Римского, почитанием его Антихристом. Много-много теологии в христианстве, столько много. Я за более чем 30-летний опыт своего православного церковного служения общался с представителями очень и очень многих школ. И слышал, и читал, конечно, изучал самостоятельно, в частности, изучал теологии очень разных. И мормоны, и свидетели Иеговы, и православные, и протестанты, разные течения. Баптисты, писятники, харизмат-адвентисты, менониты. И, кстати, из всех течений христианства, при всем при том, что я остаюсь православным человеком, православным христианином и православным архиереем, священнослужителем, знаете ли, все-таки, вот из всего того, что я видел в христианстве, как-то не знаю, мне как-то милее всего, то, что я видел в Америке. Здесь я такого не видел еще, ну, примерно, кое-что видел, но лишь отблески. В Америке, в штате Пенсильвания, в Нью-Йорке, я был в гостях, бывал, там, гостил у них, у амишей и у менонитов, но больше у амишей. Вот у амишей мне понравился очень подход, вот именно к подобным вопросам теологии. Они принимают тебя, мы общаемся, и, допустим, они слушают твою теологию, и, это окей, они, да, нет проблем, веришь ты там в троицу, или двоицу, или единицу, там, или в миллионы богов, нет проблем, ты... Они смотрят на тебя самого, они тебя слушают, но выводы делают не из того, что они слушают, не из того, что они с чем согласны, умом своим или не согласны. Они делают вывод из того, что они видят тебя, как ты это говоришь, любишь ли ты, имеешь ли ты познание любви. И я говорил с учителями их, вот, значит, через переводчика, правда, мой английский, он очень-очень бедный, тем более, чтобы понимать такие сложные, такие обороты речи, богословские, ну, как богословские. Старые слова, которых даже и в Америке особенно не услышишь, в амише можно услышать их, старые английские слова. Да, вот, и интересно, что говорилось, что любишь ли ты меня, любишь ли ты его, Господа Иисуса. Все остальное для них не имеет значения, вот, и, ну, имеет, но это настолько ничтожно является для них, что мне было стыдно за мою теологию, что я вот пытался как-то теологически как-то показать, там, не то, что превосходство, но, как бы, все-таки я православный архиерей, как бы, значит, и богатство православия, восточного богословия, хотел как-то немного рассказать им об отцах, церкви, значит, и прочее. Мне было так стыдно, что, действительно, все это настолько ничтожно. Только Иисус, только любовь Божья, только то, что Сын Божий есть, действительно, посланник этой любви. И Он явил Бога миру. Вот, и безмолвная молитва у них, она была для меня, и до сих пор таковой является, самой громкой молитвой в моем христианстве. Вот, самой громкой молитвой. Хотя она была безмолвная. Только лишь в конце, после этой безмолвной молитвы, там, что-то прозвучало, вот, пару там реплик, слов Господу и аминь, общее, и все. Но для меня эта молитва безмолвная стала громче, чем, говорю, все остальное, что было в моей жизни до того, да и после того. Громче всех самых ультра-гипер-харизматических собраний, орущих в микрофоны, в огромные колонки, что аж уши лопаются. Вот, громче, чем звон всех колоколов, значит, там, в лавре, допустим, как там гудит колокол, что аж земля трясется, ходуном ходит, как мне все кажется. Нет, все это кажется настолько ничтожным в сравнении вот с этим как раз беззвучным, беззвучным, но самым сильным зовом любви, зов любви, голос любви. Так что, если сегодня человек, вот, просто бабушка, там, вот, крошит голубям, там, немножко хлебушка, покормила котенка, кому-то там что-то помогла. Знаете ли, в глазах всемогущего Бога она более и более, даже если она о Боге ничего не знает, даже если она о Христе понятия никакого не имеет фактически вообще. Вот, и, значит, просто выросла, вот, как вот обычно у нас советские люди стали, вот, как чисто лист, касательно религии вообще, фактически ноль. Вот, она к Богу намного ближе, чем проповедники, многие евангелисты, паст-пастыри, патриархи, митрополиты, даже там, хоть сам даже Папа Римский, или Патриарх Российский, или кто-то еще другой. Вот, и неважно, у них там, Томас есть, там, нет Томаса, там, или, значит, там, или они каноничны, неканоничны, или вообще, не пойми кто, и не пойми что, и сбоку банчик. Всякого, в христианстве всякого полно, вообще. Тысячи ветвей на древе христианства, но лоза у нас одна, ствол у нас один, и никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Поэтому, любовь есть, любовь больше, и все остальное, оно лишь, как бы, объясняет любовь, но это, по сути, это не есть любовь. Это объясняет любовь, да. И исполнение закона тоже объясняет любовь, являет любовь, но можно исполнять закон Божий, исполнять закон человеческий, много чего еще исполнять, но так и не любить, и не знать любви. Спасибо тебе, Господь, спасибо. К вопросу от Эббета-бабушки, пускай ближе, но она спасется. Ой, я вам скажу одну тайну. Считайте меня там еретиком, кем угодно. Бог во Христе примирил Собою весь мир, всех нас. Все остальное, это просто ереси наши. Спасибо тебе, Господь. Благословен ты, Царь Вселенной. Благословен ты, Искупитель наш. Любящий. Подлинно любящий. Любящий Бог. Ты есть любовь, и ты доказал свою любовь к нам, отдав самого себя за нас, свою жизнь, свою душу за нас положив. Отдав Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Отец, ты возлюбил этот мир и дал нам, Боже, действительно, эту благодать, Боже, вкушать. Многим на этой земле ты дал благодать, особенную, религиозную благодать эту, Боже, разную теологию познавать, идеологию, чудотворение совершать на этой земле, проповедовать. Боже, спасибо за это, но, Боже, ты есть любовь, и ты возлюбил не только людей религиозных, людей набожных, ты возлюбил не только церковь, ты возлюбил не только конфессии, динаминации, ты возлюбил, Господь, весь этот мир. Боже, спасибо тебе, святой, великий Бог мой, спасибо тебе за все, спасибо за то, что ты есть, и спасибо за то, что ты такой, какой ты есть. Спасибо, что ты есть любовь. Боже, и мне наплевать на эти споры о троице, двоице, единице, миллионнице, ты есть любовь. Боже, спасибо, спасибо, я люблю тебя, Господь, люблю Спасителя моего, Господа Иисуса Христа, люблю деяния Духа Святаго Твоего, которые производятся во мне, производятся в миллионах верующих на этой земле. Боже, спасибо огромное, это прекрасно, лицезреть все, спасибо, но ты есть любовь, ты есть любовь, спасибо тебе, Господь, благодарю тебя за все, благодарю. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою, за Голгофу, за кровь. Ох, я тебя благодарю, мой Бог, царь, за воскресенье твое, за победу твою, благодарю тебя, Отец мой. Бог мой, Бог мой, Иегова, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, папочка мой небесный. Благодарю тебя, Иисус Христос, спаситель мой, Господь мой, Господь мой, царь мой, брат мой, друг мой. Благодарю, о Дух святой, ты утешитель мой, ты всегда со мной. За все я благодарю, я тебя, мой Бог, люблю. Благодарю тебя, Благодарю тебя, мой Бог, я тебя, Господь, люблю. И за все тебя благодарю. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благодарю тебя за жизнь вечную, дар твой, истрадавшемуся человечеству, во Христе Иисусе Господе нашим. Благодарю тебя, Господь, за кровь святую, Боже, благодарю тебя за величайшее доказательство твоей любви для всего истрадавшегося человечества. Боже Всевогущий, благодарю тебя и благоставляю имя Твое. Баруха Шем, благоставенное имя Создателя моего, Господа Бога Святого. Благоставен ты, Бог наш, давший нам хлеб из земли. Благоставен, Господь, Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благоставен, Господь, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, чтобы всякий верующий в тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю тебя, Господь, Бог мой. Благословен ты, тело Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Тело Христово примите, братья и сестры. Источника бессмертия вкусите. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Спасибо, Господь, спасибо Спасибо Тебе, Святой Спасибо Тебе, Бессмертный Благодарю Тебя За свет, просвещающий Всякого человека Приходящего в этот мир Благодарю Тебя За Иисуса Христа, моего Господа Спасителя Царя моего Искупителя Целителя моего Который живет во мне А я в нем Спасибо за Духа Святаго Утешителя Благодарю Тебя, мой Бог и Царь За все, за все, за все Милости Твои За благодать на благодать Боже, спасибо Тебе Спасибо Тебе За Твой любовь Мы Тобой живем И движемся И существуем Бог мой и Царь Аминь Благоставляю вас Братья и сестры Дорогие друзья Благоставляю во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Благоставение Господне Все вам Благоставляю свою семью Сейчас Благоставляю Супругу мою Драгоценную Ирну Сергеевну Иночка Благоставляю тебя Деток наших Благоставляю Внуков наших Благоставляю И наш дом Благоставляю Котов наших Благоставляю Сейчас Сейчас Все кто смотрит Надеюсь Они все Смотрят Благоставляю И все кто Подсоединялся Подключался К этой трансляции Не только Свои домашние Конечно же Всех вас Кто подключился Благоставляю Во имя Иисуса Христа Благоставляю Израиль Сегодня Сорадуюсь Сегодня Еврейскому Государству Мои поздравления Илону Маску Мои поздравления Израилю Запущен Космический корабль На Луну Так что Израиль Будет осваивать Луну Прекрасно К шабату Хороший подарок Сегодня вечером Будем встречать Субботу Сейчас у нас Утро Начало Ну как Был вечер И утро Вот сейчас День шестой Как раз Ну наш День рождения Для человека День рождения Вот Поэтому всех людей На земле Поздравляю С днем рождения Нашего С днем Нашего сотворения Потому что Был сотворен Наш пра-пра-пра Прощур Наш пра-отец Адам И наша пра-пра-пра-пра Прабабушка Праматерь Наша Ева Вот Именно в шестой день Этот Вот А сегодня вечером Будем встречать Уже седьмой день Творения Да Субботу Шаббат В шесть часов вечера Добро пожаловать В эфир Подключайтесь к эфиру Вместе прославим Господа Споем песни Некоторые Вот И Поделюсь Словом В наступлении Субботнего дня Всем Желаю Хороших приготовлений К субботнему дню Да Остаются Часы Остаются часы До начала Шаббата Вот Всю неделю Мы об этом Рассуждаем Готовимся Молимся Вот Но Остаются уже Последние часы Уже Этих приготовлений Вот Пусть Господь Благоставит вас всех Во имя Господне Вот Также утром Подключайтесь В шесть утра Как обычно На молитву Вот А в воскресенье Будет церковное служение Наше В арендованном помещении Добро пожаловать Здесь Если кто в Киеве Адрес Адреса все есть Пароли Явки Адреса все есть В социальных сетях И здесь тоже Видео выставляю Спасибо тебе Милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Киевская Архиепископия Мир Всем вам И благодать Доумножатся Аминь Аллилуйя Ну кто вечером не сможет Кстати О По скриптум Слушайте Кто вечером не сможет Подсоедниться Ну заранее вам туда Шаббат Шалом Шаббат Шалом Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя